Всем привет! За все время, что я играю в Валорант, а это с самого ЗБТ, то есть уже аж 4 года, я заметил, что в игре есть множество интересных и неочевидных вещей, про которые могут не знать как новички, так и уже бывалые игроки. Потому что часть этих вещей я сам узнаю вот буквально сейчас. Например, вот во время стримов вы сами постоянно со мной чем-то делитесь. Так что сегодня я хочу рассказать вам про 20 вещей, которые вам стоит начать делать в Валоранте. Все они расположены рандомно, а не в порядке важности, так что желаю вам приятного просмотра, обязательно досмотрите до конца, ну и давайте начинать. И первый на сегодня пункт, вам стоит начать использовать репорты внутри игры. На самом деле у многих есть стереотип из других игр, что репорт это просто письмо в никуда, которое лишь помогает вам немного расслабиться. Якобы ну вы хоть что-то сделали и все на этом. На самом деле в Валоранте репорты работают действительно очень хорошо, только не надо репортить за все подряд, такое работать не будет. Если у вас в команде токсик, то давайте репорт из-за оскорбления в чате и в войс-чате. Если он выходит из игры или стоит ФК, то давайте репорт именно за это. И помните, что отчеты о том, забанила игрока или нет, приходят не всегда, но это не значит, что они не работают. Далее, не то чтобы вам это нужно начать делать, скорее просто полезный совет. Наверняка вы часто задавались вопросом, а когда новый боевой пропуск, или когда новый агент, когда новая карта. Тут все очень просто, с каждым новым актом у нас появляется или новый агент, или как раз с картом. Как правило, идет 2 агента и карта за эпизод. По крайней мере, примерно такая скорость была раньше. Бывали, конечно, пустые акты, но не суть. Чтобы узнать, когда все это появится в игре, вы заходите в меню боевого пропуска, и там будет написано, через сколько дней закончится текущий боевой пропуск. Вот именно через столько же дней будет новый крупный патч, например, сейчас мы ждем второй акт 9 эпизода, в котором будет новый агент. И этот способ говорит о том, что наступит он в среду 28 августа. Собственно, тогда же и появится новый боевой пропуск. Что вам еще стоит начать делать, так это разбирать собственные игры. Да, я знаю, как это бывает делать лень, но на самом деле это будет вам очень сильно помогать в развитии ваших навыков и повышении ранга. У меня есть на канале отдельная рубрика, где мы с проигроками разбираем демки подписчиков на разных рангах, за разных агентов, можете ее оценить, и вот по такому же принципу изучать свои матчи. Если вы новичок и не знаете, на что обращать внимание, то, может быть, попросите каких-то более опытных друзей, но в целом акцентируйте внимание на том, как вы закупаетесь, как ставите прицел, куда и как используете свои обилки, нужны они там вообще или нет, какие принимаете решения, не слишком ли агрессивно играете, а потом еще и сваливаете все на своих тиммейтов и так далее. Ну и рядом тут другой пункт, начните изучать свою статистику тоже, причем глобально. Например, есть трекер GG, где вы можете посмотреть вообще все про свой аккаунт. КД по эпизодам, КД на разных агентах и разных картах, все это тут есть. Таким образом, вы сможете понять, на ком и где вы играете хуже. Вы сможете отследить какие-то изменения в своем уровне игры в динамике. Например, я за счет этого понял, что мне явно лучше играть с более низкой сенсой, потому что так я играю тупо стабильнее и лучше. Например, вам кажется, что вы сделали много пользы, а потом вы открываете статистику и видите, что вы умерли первые каких-нибудь 5-7 раз за матч, играя при этом на сайфере или киллджой. Непорядок. Вот и будете это исправлять. И нет, это не рекламная интеграция этого сайта, они разные бывают, просто я сам его давно использую. Ну а рекламная интеграция будет прямо сейчас, и она не менее полезна. Что-то у Riot в последнее время с серверами вообще все печально. То в катках выкидывает по 5 человек, то они вообще удаляют сервер в Варшаву, и то просто пинг скачет непорядок. Именно поэтому я хочу рассказать вам про программу GearUp, у которой вышло крупное обновление 2.0. Разработчики почитали ваши отзывы и повысили эффективность работы программы при снижении вашего пинга, а также была добавлена новая функция Anti-Packet Loss, которая поможет вам не терять пакеты, а значит игра будет плавная, и все ваши выстрелы будут регистрироваться как надо. Конечно же GearUp все так же полностью безопасен, из-за него вы не получите бан, потому что он никак не меняет файлов игры. Используя GearUp вы сможете подключиться к любым серверам с наименьшей задержкой сети, ведь это надежный сервис, которым я и сам пользуюсь уже очень давно. Так что переходи по ссылке в описании и скачивай уже сейчас. И обязательно не забудьте написать в комментариях, насколько получилось снизить пинг. Но мы продолжаем. Следующее, что вам стоит начать делать, это ломать двери на Ассенте. Все дело в том, что во время атаки их постоянно закрывают, и потом вам в неудобном тайминге приходится тратить дополнительное время на то, чтобы их сломать, перезарядиться и только потом начать ретейк. Так что старайтесь эти двери ломать практически всегда, только если у вас нет какой-то задумки на раунд, по типу поставить трап у Чембера на Хевен и в соло-шорт смотреть, чтобы остальная команда на Эко, например, стакнула Бен. Ну и вместе с этим всегда закрывайте, играя за защиту двери Сансета, а за атаку также старайтесь их ломать. Далее вам нужно наконец-то, блин, изучить экономику Валоранта и как она устроена. Постоянно смотреть на то, сколько денег будет в следующем раунде в меню покупок, не лучший вариант. Ну вот, например, если вы не поставили Спайк, играя за атаку, и за сейвить Иган, вам дадут лишь тысячу кредитов. При этом, если вы раунд проиграли и умерли, то за первый проигранный после победы вам дадут 1900 кредитов, за второй 2400 и за третий 2900. Но опять же, если вы будете сейвить, то только тысячу. Вот все эти мелочи нужны, чтобы лучше формировать стратегию на последующие раунды и понимать вообще, как двигаться далее. Ну и далее пункт, который отчасти относится к предыдущему, Спайк, потому что вам нужно всегда его ставить, особенно если вы уже выиграли раунд. Не нужно бегать, прыгать и что-то еще делать, бегать за скинами, сначала поставьте Спайк. Во-первых, вы получите арбут для ультимейта за бесплатно, во-вторых, вы дадите каждому члену команды по 300 кредитов, а это какая-нибудь бесплатная обилка, можно считать. Ну и кстати, вот не отходя от экономики и сейвов, да, нужно начать иногда сейвить. Какой смысл идти и делать экзит киллы, если у соперника все равно стрик из раундов и куча денег? Ну выбьете вы 1-2 гана из них, и что дальше? Потеряйте свой ган, а они все так же закупятся. А вот если вы сами засейвите вандальчик, может быть он вам даст шанс зацепиться в следующем раунде, даже если у остальной команды будет эко. Так что не поленитесь подождать лишние 30-60 секунд, и лучше засейвите его, когда это действительно выгодно. Далее научитесь прыгивать с канатов бесшумно. Это такой простой и такой полезный навык, но почему-то никто им не пользуется. Нужно тренировать его так, чтобы он получался всегда и стабильно. На избоксе, например, использую просто постоянно. А еще фрактюр скоро, возможно, вернут, там тоже можно будет это часто использовать. В клатчах это просто незаменимая штука. Ну а делается она, кстати, очень легко, надо просто зажимать shift. Запрыгивать, кстати, на канат можно тоже, вот так же бесшумно. Десятый пункт у нас. Я бы очень рекомендовал вам начать играть в фейк раунды. Серьезно, качественный фейк в ММ так бесит, что просто ужас. Кажется, что против тебя соперники собрались в ВКТ играть. Тут главное исполнять так, чтобы реально выглядело как фейк, а не когда одна джет выбегает в свой смок, и ее убивают спустя 3 секунды. Такое работать, конечно, не будет. Поставьте, наконец-то, нормальную сенсу себе. Когда на стримах спрашиваю, кто с какой сенсой играет, мне реально много людей пишут настройки по типу 3000 DPI и сенса там единица. Это настолько огромная сенса, что от нее просто нет никакого смысла. Сейчас практически любой может купить себе какой-никакой коврик нормального размера. С такой сенсой даже по самому маленькому ковру вы будете делать по 10 оборотов за совсем небольшое движение мышью. При этом страдает ваш аим, страдает качество игры. Так что поставьте себе какую-то адекватную сенсу, чтобы у нее EDPI был не выше 560, а лучше вообще не выше 400, мне кажется. Все, что больше, уже просто-напросто бессмысленно. Далее я хочу вам посоветовать попользоваться новыми настройками графики. У меня достаточно неплохой ПК, и я все время играл со сглаживанием, думая, что это такой идеальный баланс между отсутствием лесенок и таким неплохим сглаживанием. Все остальное у меня всегда, в принципе, было выключено. И да, иногда я это сглаживание выключал, чтобы игра как раз-таки казалась более резкой, но тогда были очень уж сильные лесенки. И вот буквально недавно я решил попробовать поиграть с повышенной четкостью и экспериментальным повышением резкости. По-моему, практически никто не играет с этими настройками, но если у вас не совсем старая видеокарта, то вы даже не почувствуете какого-то изменения FPS. И честно говоря, для меня это вообще оказалось каким-то открытием. Модельки на огромных расстояниях настолько более четкие, что это просто небо и земля. На видео, возможно, это не так сильно ощущается, но в игре реально чувствуешь большую разницу, особенно в движении. Так что очень советую попробовать вам эти две настройки. Если вы играете за смокеров, вам нужно начать давать правильные дымы, когда ваш тиммейт пытается дефать спайк. Смок нужно давать не в то место, где прячется соперник, а на бомбу. Все потому, что за счет этого вы сможете стрелять в ответ по тем, кто будет пытаться предотвратить разминирование спайка. Тем самым это будет не просто ситуация, в которой повезет или не повезет, а ситуация, на которую вы сможете оказывать влияние. Если же дать простой смок, то соперники через него будут легко простреливать того, кто дефает спайк, а помешать этому вы не сможете, потому что они пинг на спайк поставят, а вы на них нет. И как раз насчет прострелов, потренируйте их тоже. Для этого вам, конечно, понадобится друг, который будет сидеть в самых популярных для прострелов мест. Например, на асенте Б стену простреливают почти все, но почти никто никогда не убивает, потому что нет четкого понимания о том, куда именно надо стрелять. То же самое с прострелами в смоке. Попросите тиммейта побегать перед смоком и посмотрите, куда на самом деле нужно примерно стрелять, потому что иногда этот самый смок сбивает ваш, так сказать, мыслительный прицел. И вы, пытаясь прострелить, снашиваете уже черт знает куда. Начните, наконец, использовать разное оружие. Валерант не сводится к шерифу на эко и вандалу или фантому во всех остальных раундах. Например, аутло сейчас очень сильный, однако нужно покупать его тогда, когда у соперника не самая лучшая экономика, чтобы они были с первыми арморами. На эко не нужно всегда покупать шериф, можно немного докинуть и купить 5 стингеров, а 5 несущихся стингеров могут быть в разы опаснее, чем 5 ползущих по одному на карте шерифов. У пулеметов тоже есть свои ниши, если вы играете за фейт или за сову, вы просто обязаны использовать пулеметы на условном лотусе или асентия. Поэтому да, научитесь и старайтесь использовать разное оружие в Валеранте. Ну и переставайте топать в ульте Айса. Я сыграл на нем очень много за последнее время, и главное, что я понял, если тебя услышали, ты проиграл. Нельзя показываться, пока упадут барьеры, чтобы не потерять щит, так что бесшумно нужно ждать, пока соперник сам окажется перед тобой и уже тогда реализовывать свой ультимейт. Валерант не сводится к одному лишь гринду ранки, да. Научитесь отдыхать в безранговом режиме. Иногда поиграть с друзьями вот как раз в безранговые, которые даже не играют в целом в Валерант, бывает в разы веселее, чем сидеть и потеть ранки. Да и в целом в безранговом режиме играют какие-то как будто вообще другие игроки, там все на позитиве, все веселятся, все просто наслаждаются игрой. Помимо этого, есть еще прикольные сайты, относящиеся к Валеранту. Например, можно угадывать позиции на картах или угадывать ранг по клепам других игроков и так далее. Так что да, Валерант это не только ранки. Начните использовать обилки тиммейтов так, будто они ваши. Представьте, что у вас доступны сразу обилки всех агентов из вашей команды. Насколько легко было бы играть, правда ведь? Так вот, тем более, если вы играете на активной роли, просто начните просить ваших тиммейтов использовать именно то, что вам нужно было бы в определенную секунду раунда. Это звучит достаточно банально, но многие ведь этого не делают. А это большая ошибка, ведь Валерант это командная игра. Вам точно нужно начать давать нормальную информацию, а не просто ставить метку и говорить вон там. Сам с этим борюсь, но суть тут простая. Вы, конечно, можете поставить метку и сказать на мои метки, но, во-первых, вы потратите секунду на открытие карты и установку метки, а во-вторых, ваш тиммейт потратит столько же времени или даже больше, чтобы отвлечься и найти ее на карте. Вместо этого, если вы словами будете проговаривать, где именно враг, это может спасти вот эти две секунды и помочь выиграть раунд. Так что выучите, наконец-то, позиции на картах и давайте правильную инфу. Ну и финальная и очень важная деталь, начните играть уверенно. Кто-то скажет, ясно, у чела не хватило ума придумать что поинтереснее, но услышьте меня. Когда я начал играть на Айса после его бафа, за счет вот этого нового щита, у меня было столько уверенности, что я перестреливал соперников в разы чаще, хотя игра моя никак не менялась. Опять же, вы скажете, что, ну окей, ты не умирал, потому что как раз-таки щит тебе давал дополнительное хп. Но нет, у меня не оставалось настолько мало хп, чтобы можно было сказать, что щит как-то сильно повлиял. Просто когда ты перестаешь думать о том, что ты сегодня не в форме или что против тебя задроты, то играть становится в разы проще. Главное, чтобы это не перерастало в овер-агрессию там, где ее быть не должно. Ну и да, конечно, я понимаю, что если вы золото, а против вас смурф иммортал, то тут это тоже, конечно, не поможет. Я говорю про равные условия, уверенность в себе решает очень многое. Собственно, вот такие вот 20 вещей, которые вам стоит начать делать в Валоранте. Пишите какие-то свои варианты. Ну а на этом все. Всем большое спасибо, кто досмотрел до конца. Скоро увидимся. Пока-пока.